Как выглядят самые большие бульдозеры в мире? Некоторые из них размером с настоящий дом. Я покажу вам настоящих монстров, в ковши которых могут поместиться сразу несколько машин. Зачем им такие невероятные габариты? Смотрите до конца. И начну с самого огромного бульдозера в мире, правда в единичном экземпляре. So Dozer это итальянский бульдозер, который занимает особое место в истории строительной техники, как самый большой бульдозер, когда-либо созданный. Он был разработан в начале 1980-х годов. С его впечатляющими размерами, длиной 12 метров и массой 173 тонны, бульдозер оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar, обеспечивающими общую мощность в 1350 лошадиных сил. История этого монументального трактора началась с заказа от Ливии, но из-за международных санкций против этой страны итальянское правительство вмешалось и запретило его экспорт. В результате Asso Dozer простоял без дела многие годы, пока в 2012 году его не выкупила частная фирма и не превратила в памятник. На его задней части установлен трехметровый разрыхлитель, что делает его идеальным инструментом для самых сложных задач на стройплощадке. Также стоит отметить, что бульдозер имеет огромный топливный бак объемом 3800 литров, что позволяет ему работать длительное время без дозаправки. Asso Dozer является примером инженерного искусства, который, к сожалению, так и не нашел своего применения в строительной индустрии. Удивительно, что его до сих пор не переплюнули. Знакомьтесь, а это еще один гигант. Камадсу D475A5SD весом в 108 тонн. Неплохо, да? Этот бульдозер, созданный для работы в экстремальных условиях, отличается не только прочностью своих узлов, но и высокой производительностью. Его отвал способен вместить до 34 кубометров земли, что делает его одним из самых вместительных в своем классе. Благодаря скорости до 14 км в час Камадсу D475A5SD также является одним из самых быстрых тракторов на рынке, что важно для оперативности работы. Особое внимание хочу уделить инновационной шестиугольной конструкции кабины, которая предоставляет оператору просторное рабочее место и высокий уровень комфорта. В кабине реализованы многие технологические новшества, от системы управления при помощи джойстика до высокопроизводительной системы кондиционирования. Также оборудование включает систему создания избыточного давления для защиты от пыли и кресла с регулируемым подлокотником, который облегчает долгие часы работы. Ведь машина машиной, а человек – это главное. Бульдозер оснащен мощным двигателем и большим топливным баком, что позволяет длительное время работать без дозаправок. Длина машины составляет 10,5 метра, ширина – 2,77 метра, а высота – 4,59 метра, что действительно впечатляет. Но погодите, дальше я покажу вам бульдозеры и побольше. И вот вам пример советского монстра. В конце 1970-х годов Челябинский тракторный завод, известный своими инновациями, в области производства спецтехники столкнулся с уникальным вызовом. Заводу был предложен заказ на создание машины, не имеющей аналогов в мире, сверхмощного бульдозера Т-800, предназначенного для работы в самых сложных условиях. Инженеры ставили перед собой задачу создать технику, способную разрабатывать крепкие грунты, где применение взрывных работ было бы нецелесообразно или даже опасно. Бульдозер Т-800 задумывался как универсальная машина для целей гражданского и, возможно, военного применения, способная быстро расчищать завалы или участвовать в оперативном строительстве стратегических объектов. К 1973 году первый образец был готов и представлен на публичной выставке на Комсомольской площади в Челябинске. Трактор оснащался мощным двигателем силы в 820 лошадиных сил и обладал номинальной силой тяги 75 тонн, которая могла быть увеличена до максимальных 40 тонн. Вес трактора вместе с бульдозерно-рыхлительным оборудованием достигал 103 тонны, из которых 30 тонн приходились только на массу оборудования. Т-800 имел два вида гусениц. Одни для работы на скальных породах весом 6 тонн, другие более широкие для работы на суглинках весом 8 тонн. И где эта махина пригодилась? В Якутии на добычу алмазов, правда, перевезти бульдозер туда было настоящим испытанием, с которым удалось справиться только самолету Мрия. Но давайте расскажу и про американских монстров. Fiat Alice FD50 был выпущен в 1989 году в США с участием итальянских инженеров. Впечатляющие характеристики такие, как длина 12,5 метра, ширина 6 метров и высота 4,78 метра, а также мощный двигатель на 600 лошадиных сил обеспечивали не только высокую производительность, но и способность справляться с самыми сложными задачами на стройплощадке. К сожалению, производство бульдозера было прекращено после закрытия компании, выпустившей последнюю модель в 1989 году. Завершив свое существование рекордом, этот бульдозер остается в памяти как символ инженерного мастерства и инновационного подхода к производству строительной техники. Вес машины 80 тонн и бак на 1200 литров подчеркивали ее готовность к длительной и интенсивной работе, а скорость в 7 км в час гарантировала достаточную маневренность для выполнения задач на различных типах местности. А вот еще один гигант, только уже из Чебоксар. Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием на базе модели Т500 выделяется своей высокой производительностью и невероятными габаритами. Одной из ключевых особенностей трактора является его трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек, которая не только повышает тягово-сцепные свойства машины, но и снижает ударные нагрузки на ходовую систему, тем самым улучшая условия труда оператора. Трактор оборудован экономичным дизелем Cummins K38S, мощностью 750 л.с., что в сочетании с гидротрансформатором повышает тяговые свойства трактора, особенно важные при выполнении тяжелых бульдозерно-рыхлительных работ. Модульная конструкция всех узлов и систем управления трактором упрощает техническое обслуживание, позволяя проводить проверку и дозаправку всех систем, а также снятие и установку узлов силовой передачи отдельными модулями для их ремонта в специально оборудованных помещениях. Управление поворотом и торможением обеспечивается многодисковыми муфтами, гидравлически приводимыми в действие, что гарантирует точное и удобное управление машиной даже в сложных условиях эксплуатации. Ездит этот 10-метровый колосс со скоростью 8 км в час, чего вполне достаточно для его задач, хотя вау-эффекта и не производит. Т. Ну и куда без легенды. Caterpillar D10T – это воплощение мощи и надежности в мире тяжелой техники. Этот бульдозер с массой в 67 тонн известен своей выдающейся выносливостью и универсальностью, благодаря чему он нашел применение в самых разнообразных условиях – от карьеров до строительства дорог. Производитель не установил никаких ограничений на использование этой модели, что делает ее востребованной в многих отраслях. Бульдозер оборудован всеми необходимыми удобствами для безопасности и комфорта оператора, а также отличается легкостью в обслуживании, что значительно снижает затраты на его эксплуатацию. Стоимость новейшей комплектации этого гиганта может достигать 28 миллионов рублей, что отражает его продвинутые технические характеристики и долговечность. С точки зрения мобильности D10T также впечатляет. Его максимальная скорость в заднем направлении достигает практически 16 км в час, что является отличным показателем для такой тяжелой машины. Практически гоночный болид. Его габариты составляют 7,5 метра в длину, при мощности двигателя 580 лошадиных сил и вместимости топливного бака 204 литра, что обеспечивает долгое время работы без дозаправки, позволяя не отвлекаться на обслуживание. Ну и прежде чем я покажу вам тройку самых больших серийных бульдозеров в мире, давайте отдадим дань еще одной легенде. Каматсу D35A6 – это бульдозер, который заслуженно привлекает внимание своей производительностью и технологическими новшествами. С массой в 71,6 тонны этот аппарат оснащен автоматической коробкой передач с функцией блокировки гидротрансформатора, что позволяет ему демонстрировать повышенную мощность и скорость. Одной из его выдающихся особенностей является способность двигаться назад со скоростью до 16, что делает его самым быстрым из серийных бульдозеров. Размеры этого титана также впечатляют. Длина составляет 10,4 метра, ширина 3 метра и высота 4,28 метра. С мощным двигателем на 650 лошадиных сил и вместительным топливным баком на 1200 литров, он способен выполнять сложные задачи на строительных площадках и в карьерах. Эта модель заслуженно занимает свое место в рейтинге тяжелой техники компании Каматсу. В 2008 году на Чебоксарском заводе промышленных тракторов был разработан и выпущен в производство гусеничный трактор Т-40, который благодаря своей уникальности и техническим характеристикам быстро нашел свое применение в золотодобывающей и угледобывающей промышленности. Этот трактор отличался максимальной унификацией с другими моделями, модульностью конструкции, а также легкостью управления и комфортными условиями труда для оператора. Трактор Т-40 оснащен дизельным шестицилиндровым двигателем Cummins QSK19 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Двигатель имеет объем 15 литров и развивает мощность 660 лошадиных сил, что позволяет ему справляться с тяжелыми условиями эксплуатации. Трансмиссия гидромеханическая с электрогидравлическим управлением, которое осуществляется при помощи джойстика. Максимальная транспортная скорость трактора достигает 15 кмч, что весьма впечатляюще для такой машины. Ходовая часть трактора представляет собой безраскосную систему с установленными попарно-опорными катками на качающихся каретках, что обеспечивает высокую проходимость даже в сложных условиях. Трактор Т-40 прошел модернизацию в 2011 году, в ходе которой были улучшена гидравлическая система, ходовая часть, а также создан новый мощный бульдозерный отвал. В 2019 году трактор Т-40 был снова модернизирован и получил индекс Т-40-03, что подтвердило его востребованность по всему миру. Первый опытный экземпляр новой модели успешно приступил к испытаниям в Уральском регионе, демонстрируя свои улучшенные характеристики и возможности. Ну и самый большой из Caterpillar на сегодняшний день. Я говорю про DNS-TCD. Это воплощение американской инженерной мысли, нашедшее признание по всему миру. Этот огромный бульдозер весом в 112,7 тонн известен благодаря своим внушительным характеристикам и высокой скорости работы, что делает его незаменимым на крупных строительных и горнодобывающих объектах. Одним из ключевых преимуществ DNS-TCD является его экономичный двигатель, который не только снижает расход топлива, но и уменьшает объем вредных выбросов, что делает его одним из наиболее экологичных вариантов в тяжелой технике. Длина бульдозера составляет 9,26 метра при ширине в 3,8 метра и высоте 4,6 метра с мощностью в 949 лошадиных сил и топливным баком на 1600 литров. Он способен развивать скорость до 11 евро. Эти характеристики обеспечивают высокую производительность и эффективность в работе. Caterpillar D11-TCD прекрасно справляется с задачами на самых требовательных проектах, где нужны надежность и мощь. Этот бульдозер не просто машина, а мощный инструмент, который помогает строить и изменять мир в лучшую сторону. Но и цена соответствующая, некоторые комплектации могут стоить нехило. Ну и самый большой бульдозер в мире, среди серийных, как и говорил. Каматсу DTCA3D был собран в Японии и впервые представлен публике на выставке в 1981 году, сразу привлекая внимание своими внушительными размерами. Бульдозер имеет высоту 5 метров, что делает обычного человека похожим на крошечную фигурку рядом с этой машиной. Его приводит в движение мощный двигатель мощностью 1000 л.с., а большой топливный бак на 2100 литров обеспечивает длительную работу без дозаправки. Каматсу D575A3SD обладает следующими размерами. Длина 12,7 метров, ширина 3,3 метра, высота 5 метров, а его вес достигает невероятных 153 тонн. Да уж, максимальная скорость, которую может развить этот бульдозер, составляет 11,6, то вполне достаточно для работы в карьерах, где он и применяется обычно в паре с такими гигантами, как БелАЗ. Эффективность и мощь Каматсу D5SD делают его незаменимым помощником в крупных строительных и горнодобывающих проектах, где требуется перемещение больших объемов земли. А на этом все. А если вы готовы работать так же неистово, как и эти бульдозеры, зарабатывая приличные деньги, и вы умеете монтировать видео, писать сценарии или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем очень рады.